Здравствуйте. Я начну. Наш проект, да, мы тоже говорим про тропы. И, конечно, в первую очередь у нас на эту идею находилась большая Байкальская тропа. Очень большое спасибо. Будем сработать в правительстве Севастополя. У нас родилась идея создания большой Севастополь. У всех Севастополь ассоциируется как город, военно-морская база, военные корабли, военно-патриотическая история, но в Севастополь очень большая территория, на самом деле, только береговая линия 150 км, примерно как у Черногордия, и большая горная лесная миссия. И так была идея создать проект большой Севастопольской тропы. Я не буду уточнять и не буду выдаваться в детали проекта, потому что Софья много рассказывает. У нас немножко разные, конечно, специфики, потому что на Байкале это абсолютно действенная природа, эти действенные леса, где нужно рубить эти тропы, пробивать их. В Севастополе большая Севастопольская тропа проходит по имским дорогам, по имским астам каким-то, по греческим, таворским, скифским. Это очень насыщенная тропиночная сеть, вплоть до партизанских троп, которые остались с вхоронами каких-то партизанских времен Второй мировой. Поэтому это немножко разные специфики. Но суть одна – возможность создания тропы, это возможность создания брендов, которые привлекают туристов, большие туристические потолки, это возможность обеспечивать безопасность туристам, которые теряются карах, это возможность сохранять природу, потому что таким образом мы канализируем, направляем тропы в одно русло. Это возможность, конечно же, развивать бизнес, подтягивать бизнес-проект. И когда мы занялись этой идеей, мы сотрудничаем с ОНФ, и меня пригласили в эксперта ОНФ, и таким образом тема перешла уже из идеи, чисто региональной Севастопольской, она уже вышла в такое, можно сказать, федеральное уровень. Мы анализировали законодательство и пришли к тому, что с дикими проблемами сталкиваются люди, которые хотят… Да-да-да, я сейчас чуть-чуть минуты живу тогда… С дикими проблемами сталкиваются люди, которые пытаются создавать подобные проекты, да. И в Севастополе, к счастью, этот проект был… Не может я разницу покажу между байкальским проектом и севастопольским. На Байкале это был проект абсолютно волонтерский, и людьми, которые общественники, фанаты этого дела, и его деньги. В Севастополе так получилось, да, что мы сумели заинтересовать этой идеей губернатора, уже не буду рассказывать, как это было детально сделано, там были исключенные моменты, но тем не менее губернатор эту идею поддержал, и уже на сегодняшний день, проект родился в 2015 году, он как бы сформулирован, а на сегодняшний день уже отмаркировано 115 километров тропы, и будет еще продолжаться дальше, да. Вы же знаете, что больше от Севастополя и Иркутской области они не сопоставимы? Я знаю, что они не сопоставимы, но это уже детали и тонкости. И моменты, я говорю, как мы заинтересовали своего губернатора, он вообще не понимал, о чем речь, просто подсунули бумагу, он как бы и писал, и слава богу. Вот, поэтому мы и говорим, у всех абсолютно разные условия. Я говорю на Иркутске, это девственная территория Севастополя, это уже абсолютно сложенная тропиночная сеть, которая две тысячи лет многим тропинкам, да. Поэтому это нельзя сравнивать, это абсолютно различное. Но мы говорим о законодательной базе, и мы понимаем о том, что пробить большую часть законодательств разных органов власти невозможно без изменения федеральных законов, либо создания отдельного федерального закона, либо внесения изменений в федеральные законы. И мы много общались и с Ростуризмом, и с Кминприродой, и они нас спрашивают, как общественных ребят, а какие нужны конкретные изменения? Вот, могу сказать, что в декабре прошло форум МФ, в Москве тоже приезжал Владимир Владимирович, правильно представлен, и по итогам форума МФ была подготовлена резолюция по созданию и изменению законодательства в области природы и рекреационного туризма, и вот, могу сказать, что две недели назад вышли поручения правительства Российской Федерации, представить предложение по изменению законодательства природы и рекреационной сферы. Вы природы в Ростуризме, то ли и так далее по оксиде, это очень важный момент. И вот сегодня мы как раз находимся в точке, вот кредит, в том, что эти выручения есть, что было у нас с этой новости? Ну, я уже грубо где ее выступил. У вас тоже. Да, и у вас тоже. И, соответственно, вот мы говорим, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что необходимо вводить в законодательство следующее понятие. Нужно вводить понятие природоориентированной территории. Мы столкнулись с чем? У нас есть специализация, у нас есть природные территории, и на них можно охотиться, а можно отдыхать. У охотников есть законы по охоте, есть правила охота. Это огромные федеральные документы, региональные документы, которые четко регламентируют, как что, где тропинки, заемки и так далее. У регуляции такого законодательства не существует. То есть, по умолчанию есть, но все чиновники говорят, слушайте, а кто вам мешает? Фрессу идти, кто вам мешает? Как они делать? Но среды, инфраструктуру у нас решает безумно сложно. Очень действительно, вот о чем вы говорили, зарегулировано с точки зрения экологии. То есть, не пробиться, невозможно донести свои мысли, что мы пытаемся сделать ту инфраструктуру, которая сохранит природу, а не уничтожит ее. И это как раз мы говорим об этом, и что этих понятий нужно вводить. Поговорим о том, что нужно вводить понятия природы-регуляционной территории. То есть, это та территория, которая будет накрываться одним статусом природы-регуляционного, где возможно только регуляции. То есть, там нельзя убить лес. Я когда был на форме в пельди, там рассказывают прекрасный природный памятник, люди ходят, но, когда приехали в лесорубок, у нас парк почечный лист, извините, вот прямо здесь начинают убить лес. То есть, они уничтожают памятную природу. то есть природа рекреационная ответственность, она никак не закреплена, то есть мы проводим монологию, как это сделано на западе, тропинка подвязается так, 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 все регламентированно, все спонсортизированно, это то, с чем уже, собственно, Байкал столкнулся, и то, то тема, которые ребята очень сильно продвинут. Мы говорим просто об официализации всего, мы говорим о создании природы рекреационного комплекса, потому что тропа это не только просто тропинка как таковая, это обеспечивающая инфраструктура, мы говорим о том, что фактически создаются природорекреационные каркасы, мы создаем инфраструктуру в целом для развития аутдортуризма, то есть это как некая фундаментальная вещь, как здесь тропа наступает. И, конечно же, мы говорим о создании природорекреационной инфраструктуры. Что такое природорекреационная инфраструктура? Это два понятия, это экологическая инфраструктура, то есть нужно создавать ту инфраструктуру, которая будет компенсировать на курсу человека, то есть мы не можем привести на ту тропу, где ходил на 100 человек, там, 10 тысяч человек, и не создать какие-то условия, которые будут компенсировать эту народную иску, мы должны сохранять эту природу. С другой стороны, мы должны создавать инфраструктуру, которая будет позволять бизнесу развиваться, развиваться какие-то бизнес-проекты и привлекать. В Севастополе уже сегодня продвинулся, пути мы, мои коллеги, которые сейчас непосредственно занимаются этим проектом, они уже откадасскрировали, отнеживали территорию тропы, это значит, что ее не застроили, это значит, что там не возникнет какая-нибудь частная строителька или еще что-то еще что-то. Это очень важно, чтобы эти тропы были не просто работой волонтеров, который какой-нибудь бизнесмен, который купит какой-то кусок, он построит какой-нибудь отель, да, и этот труд тысяч людей, десятилетий, можно сказать, у многих уже, он будет чуть-чуть перечеркнут. Поэтому, конечно же, эту сферу нужно регулятировать и изменять. То, о чем мы, собственно, и говорим, и говорим именно об этих моментах. Ну, я могу подытожить, наверное, задумать о том, что система национальных троп США – это порядка 30 национальных троп, которые проходят через всю страну, и 1100 региональных тропов. Это, ну, собственно, определение национальных троп, которые мы понимаем, как мы сфигулируем, как общественная организация, и будем сейчас подготовить и предъявлять эту идею. И весь в целом оборотов до индустрии США – это 880 миллиардов долларов в год. То есть это колоссальные деньги, и эти деньги в России никак не учитываются. То есть мы сегодня даже, мы общаемся с Росстатом, пытаемся, мы даже посчитать не можем, как мы можем разбивать, в принципе, экологический троп. Мы сегодня, кстати, не говорим про ОПТ. Сейчас речь про территории, которые не определены вот этим охранным тропом. У вас вопрос обвестись там, про какие земли вы ведете речь? Это земли лесного фонда, это земли региональных памятников природы, это земли сельхозземли, потому что мы не можем уже определить, сказать, что здесь какие-нибудь лесозапасы, которые сельскохозяйственные, и там можно договориться, чтобы тропу провести. Лесники говорят, это не наше, а сельхозников вообще нет понятия туризма. Более того, я скажу так, что даже минусом природы понятия туризма оперируют только в департаменте ОПТ. Больше понятий туризм ни у лесников, ни у кого нет. То есть они должны разбивать этот туризм, у нас как экологический троп, это не только ОПТ. ОПТ федеральное – это 3% территории страны. Понимаете, что все остальное превращается в стихийную свалку, как это происходит на Байкале, в Севастополе и… А в национальных парках. Да, в национальных парках, там, где не создается какая-то инфраструктура. Но, опять же, вот, могу такой тоже… Возврат к теме Севастополя. У нас есть крочище, где стоит 2-5 тысяч человек в день в палатках летом, в пиковые дни, там, на территории 20 гектаров. Я экологам говорю, нашим начиновникам, что нужно поставить там туалет, современный, чтобы было сухое, чистое, водичное, ветикало и так далее. Вы что, нельзя, нужно… Они же нарушат почвенный покров. Я говорю, значит, 2 тысячи человек не могут быть укреплять без туалета, да? Я не могу это иметь в виду. То есть доходит до абсурдных вещей совершенно. Это и проблемы Байкала. Да. Я прекрасно понимаю, с чем мы сталкивались. Мы уже тоже частично прошли торпить. Я говорю, у нас мы немножко пошли по другому пути. Мы сначала, и мы все сделали постановлениями, и после этого стали делать инфраструктуру. Здесь появились волонтеры, и уже к ним… В общем, это очень хорошо стоит, эти проекты есть, и они стали передаться. Но по всей стране уже набирает движение. Такая волна, что люди спрашивают, слушайте, как это можно сдвинуть? Расскажите, выделитесь опытом. Мы вообще не знаем, как даже к этому подступиться и подойти. Потому что люди видят, насколько это сложно… Сложно сочинённая тема, и видят, что это абсолютно… Отойдите от проекта, пожалуйста. Конечно же, мы говорим о том, что создание торп – это не просто инфраструктура. Это инфраструктурный продукт, это меняется образ жизни людей. Понимаете? По статистике, 48% населения в США так или иначе вовлечены в сферу аутдора. Благодаря растёт производство сферы услуг, потому что это целая комплексная история. Я уже не буду детально рассказывать, потому что какие процессы вылечены. Увеличивается продолжительность жизни, увеличивается здоровье. Формируется новый сектор экономики. То есть мы сегодня говорим о создании сектора экономики. Сектор экономики не может развиваться по умолчанию. Можно ходить попримерно в лес, но вы ходите, да? Как нам часто говорят чиновники. То есть его нужно регулировать, его нужно структурировать. То есть мы сегодня говорим, что мы меняем качество жизни с помощью троп. И внедряем международные стандарты и фактически создаем новые бренды. Потому что Большая Байкальская тропа – новый абсолютно бренд. Большая Севастопольская тропа – абсолютно новый бренд. И сегодня уже в стране появляются такие идеи. Продолжающие идеи. Главное, конечно, то, что мы сегодня говорим не об импорте туристов наших зарубежей, а мы говорим о том, что фактически об импортозавречение, о котором много говорится и декларируется. Мы создаем ту инфраструктуру у нас в стране, где люди могут тратить своих денег, не вывозя, не импортировать этого туриста, а внутрь, более того, привлекая людей без рубежа. Так что, соответственно, вот… Ну, я вот кратко говорю. Итоги изменения нормативной правовой базы, в сфере пронартируемых людей, те точки, на которые мы подошли. И сегодня, конечно, мы предлагаем с нашей стороны, как общественной организации, как людей среди многих, конечно, тоже объединяться вместе и с байкальским проектом, и с другими регионами, которым эта тема интересна, чтобы она начинала двигаться и как-то развиваться. И, ну, сегодня мы вот обсуждаем, такая карта у нас есть, да, мы привязываемся, конечно, к основным регионам с высоким уровнем плотности населения, потому что, конечно, такие продукты не могут существовать абсолютно за бюджетные деньги. Невозможно требовать государства обеспеченных и обеспеченных. Здесь нужно привлекать бизнес, чтобы они могли вовлекаться в эту… Ну, тут должно возникать государственное частное партнерство в этих проектах. И вот здесь мы говорим о регионах, которые, наверное, в большей степени были бы интересны для развития такого туризма. Это не значит, что там нет других районов, это я просто говорю, наверное, о каких-то самых болезненных местах, где это больше всего, более всего важно. Ну, и, конечно, можно завершить разговор о том, что, в принципе, может возникнуть такой проект о транс-кавказской артуре, и мы сегодня там разговариваем с несколькими курортами, чтобы ведем переговоры о возможности создания таких вот пилотных участков на Северной Кавказе. Спасибо за внимание. Вот, в целом, наши идеи, от практики к теории, и с того, от практики, с удовольствием познакомимся и будем общаться. Можешь вопрос? Да. А статус этих тропов, которые вы предлагаете, статус владения? Статус владения, есть регионы. Мы говорим, национальной тропой нельзя национальной тропой. Нельзя взять из Москвы, чтобы привезти на карте к Bach pentru. Ребята, сделайте так. Это идея всегда должна развиваться снизу, она должна развиваться… Это может быть региональный продукт. Это может быть федеральный продукт, но... Смотрите, мы не можем взять из Москвы, О juices или нет Майлл? Снизу. От nuovo Andreas Review. знают свою регион, которые могут проложить эти маршруты там, понимаете. Форматов на самом деле может быть несколько. Это может быть, как в Севастополе создано ГАО, государственное автономное учреждение, которое сегодня является управляющей компанией Большой Севастопольской трапой. Это может быть, я не знаю, как в Игутске, я не знаю, какая организационная правовая форма. НКО, да. То есть продукты могут быть построены абсолютно по-разному. Это вопрос продвижения, формирования, управления. Мы сегодня находимся на самом деле очень в такой точке отчета, потому что в США данная тема, они столкнулись с этим в 50-е годы. И прежде чем они внесли определенные изменения законодательному базу, 10 лет работали на комиссии Конгресса по разработке этого законодательства. Но эти 10 лет они изучали этот рынок и пытались инвектировать определенные понятия в законе, чтобы эта тема начала жить и работать. Сегодня национальные фарки США – это 331 миллион посещений в год. Национальные фарки России по 3-2 миллиона. Да, и вот очень быстро заканчивается. Что заканчивается? Годы посещения фарков, они улетают очень быстро. Еще у меня очень важный вопрос. Подскажите нам, пожалуйста, о ассоциации, о которых вы, кажется, сказали, и о ассоциации нужно рассказать, да? Кто его учреждает? Как вообще в принципе, какие планы? Поделитесь на это. Я думаю, что в ближайшее время мы это найти, мы сфокнулируем эти две окончательные, но мы понимаем точно, что эта ассоциация должна объединять людей и пусть направленных, от которых занимается конкретно тенантикой тропы. Потому что только через создание самолюбируемой ассоциации, когда сами специалисты, пропагоды, тропострохители смогут внедрять стандарты, не государство, но эти государства здесь не сможет адекватно реагировать, даже не реклама, я бы сказал, максимально быстро, как это нужно для развития индустрии, реагировать на создание новых продуктов. Сегодня уже порядка 350 разных активностей существует в области аутоштуризма. Если мы будем на каждую сертифицировать государство, то это будет задаваться. Соответственно, мы говорим о том, что должна быть возникнуть саморегулированная организация в области тропостроения, которые будут объединять, где это будет в тематике. И только они будут справиться с стандартом. Прекрасно. Предлагаю Большую Багарскую тропу. Однозначно мы с Большой Багарской тропой и вдохновлены их опытом, и общаюсь с госпожей Чубаковой, и она у нас была в совещании в Кунефе. Ну, она выступала у нас. Да, поэтому мы работаем и любим все, конечно же. Был вопрос еще один? Это уточнение. Вы спросили, что статус очень правильный. Вообще, мы планируем, что это были региональные тропы, которые потом объединятся в федерации. Возможно. Ну, то есть изначально это региональные тропы. Региональные тропы, а на балансе региональные тропы. Ну, первое это региональные. Но нам для начала нужно принять, конечно, законодательство. Либо изменения. Вы сейчас как бы вперед, скажите, скажите, как будет выглядеть верхушка сосны, когда вы знаете, еще короннее. У меня сложная задача, потому что у меня много я уже, вынуждена, и здесь успеть, и там, поэтому давайте я передам нафта. Есть еще какие-то вопросы? И мы пойдем дальше. Есть. Журналы «Шаград» и «Волонтерское объединение серебряный возраст». В год из всех поступлений, в том числе и итогового, четко совершенно прослеживается, что антропогенная и текновенная нагрузка должна вырегулироваться в том числе и по другому. Вы заметите, что в Европе уже опыт, надо учитывать, что растет ненависть местного населения к наплыву туристов. Нам нужно проскочить между сциллой и хоридной. И нам регулировать эти вещи, как вы считаете, каким образом это может быть? Вот есть предложение, я думаю, по альфону, допустим, как кто регулирует количество, или салатки, количество туристов в год, в сезон, и так далее. Как вы думаете, это может быть? Ну вот, это следующий шаг. Но я могу ответить вам так, что сегодня это никак не регулируется. Я понимаю. Соответственно, мы сегодня говорим о том, что это нужно хотя бы как регулировать. И Дестрополь, Абайкаль, Севастополь, в других регионах, это как раз попытка создать регулируемые потоки. Понимаете? Мы сегодня в стране, в принципе, людей, которые что-то понимают вообще в этой теме, их единицы. А вы спрашиваете, как регулируемые? Мы сегодня говорим о том, что это нужно, и предлагаем первое. Я говорю не в тихо, а нужно это делать. А в Сочи, тут же Саршитова и Роща была в процессе строительства комплекса, выкашена начисто, и мы теряем каждый год. Безусловно. Нужно регулировать. С вами здесь, если мы сейчас в деталях, мы уже вязнем, потому что тема огромнейшая. И спасибо, Александр, что вы у нас выйдете, но я помню, что она идти дальше. Да, конечно, спасибо. 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 Спасибо.